Друзья, всем привет! С вами Санек. И в сегодняшнем видосе будет очередная доработка, очередная доделка, модернизация, некоторые улучшения данной сверлилки. Поэтому, кому интересно, смотрите видос до конца. В конце ждет сюрприз. Кому, мужики, не интересно, не смею задерживать кнопочку, если на компьютере, apps, если на телефоне, домой. Нажимаете и все, видос прекращается. Ладно, хары-ля-ля, погнали. В общем, что было доработано по станку. Видос, конечно, будет про вот это чудо-юдо. Но, тем не менее, по станку. Выставил станок сейчас в самое-самое верхнее положение. Подсветку не включал. Короче, край трубы, вот, на краю вот этого зажима стоит, по верхней части. Это максимум, что можно его, как его можно поднять. Поставил сюда. Сейчас отпущу. Поставил сюда. Как это называется-то? Скоба. Ограничивающая, чтобы вот не вылетал станок выше, куда надо. Ее не было и смотрел обзоры. У многих ее тоже нет. Как она выглядит, сейчас сниму, покажу. Ну, не знаю, откуда она. Порылся в ящике, случайно обнаружил, мужики. Вот, случайно. Поэтому и поставил. Сейчас сниму. Ну, выглядит она вот таким вот образом. Единственное, здесь пришлось ее расшарошить слегка, чтобы она подходила. И все. То есть, вилка заходит. Вот, подсветочку включил. Вилка заходит. Там имеется прорезь. А потом она одевается. Сейчас глянем. И сверху, как бы, опрокидывается. На всех станках она почему-то отсутствует. И получается так, что вот эта штука может вывалиться, если вот пластмасска ее держать не будет. Но пластмасс, это и есть пластмасс. Шайбушечка вставится. А потом защёлкивается вот эта вот штука. Если, конечно, одной рукой получится. И снимать, и защёлкивать. Ага, вот. Вот видите, она вот таким вот пока образом. А теперь ее надо придавить, чтобы она упала и не выскакивала. Ну, это лучше, конечно, сделать чем-нибудь. Секундочку, мужики. Неудобно одной рукой. О, сейчас защёлкнется. Всё. Вот. Она опустилась и не даёт ей обратно выскочить. Откуда она, я не знаю. Всё. Как-то так. Это первая доработка. Вторая доработка, это... Подобавил по две гайки на прижимные винты. Здесь стояла, значит... Сейчас достану её. Квадратная гаечка. И она тоненькая. И начало поджирать, мужики, винт. Вот здесь поджирать винт. В общем, решение такое было принято. Не оказалось удлинённой под рукой. Ехать за двумя гайками. Чёрт знает куда. Как-то не очень. Буду в этих краях приобрету. Возможно. Доварил гаечки. Вот так вот. И прошёлся мячиком. Так, чтобы оно всё идеально. И теперь, мужики, всё это дело... Сейчас, секундочку. Наживлюсь. О! Не хочет. Всё снимаю. Как говорится, в режиме реального времени. Поэтому... Видос как есть. Видос, мужики, как... Как есть. Ну, бывает такое. Что там рассказывать. И теперь... Резьба по всей длине. Вот здесь вот задействована. То есть, уже так её поджирать не будет. И стало намного удобнее. Так же, что и вверху сделано. Вот это... Другая доработочка. Вот. Пока всё по доработкам. Итак, дальше. С этим вроде бы пока. Пока, мужики, всё. Вот, кстати. Кому интересно. А то спрашивают. Кто такой, что такой. Ну, вернитесь на пару видосов назад. Всё же показано. Рассказано уже тысячу раз. Сейчас начнут протисы вот эти показывать. Скажут, что это, где это, как-то. Смотрите, видосы. Они у меня идут в хронологическом порядке. Как говорится, видос за видосом. Если что-то непонятно. Где-то сейчас объясняю. То, возможно, прошлый видос все, как говорится, вопросы исчерпает. Ладно. Пишут в комментариях, Саня. Когда ты будешь использовать координатный стол. Ну, в общем, он якобы, якобы предназначен там для фрезеровки. Ну, мужики. Он, кстати, этот станок, как сверельно-фрезерный, да, позиционируется там. Я не знаю. Ну, фрезеровать мне нечего, нечего. Я взял его из-за того, что у него, значит, вот это, как её назвать-то. Поперечная, продольная, там, в общем, они тут вот идут. Ось Х, ось У. Кому интересно, тоже вот ставьте на паузу. И смотрите параметры. Вот так он до стойки двигается 6 сантиметров. Вот так двигается 18 сантиметров. Вот я его взял, ну, по крайней мере, то, что предлагали. Самый большой ход это 18 сантиметров. Он на направляющих, не ласточкин хвост, но он мне, как бы, и не нужен. Я его брал для мелочевки, позиционировать мелочевочку. Сейчас покажу. Что, давайте его прикрутим сюда и попробуем. Показывать буду на этой стойке. Та стойка стоит, вот это отдельная тема. Кто не видел видос по той стойке, также есть на канале. В общем, сделано было, чтобы его закрепить, два таких спецболта. Это десяточка нужной длины. Приварена шайба с одной стороны, а с другой стороны такой вот пятак наварен. Для чего? Чтобы не держать ключом, не держать ключом. Сейчас, блин, поставлю. Так, вот болтик вставил. То есть, вот этот, как его назвать, точка, да, она заходит в прорезь. Вот так вот. И можно спокойно закручивать, отпускать и, как говорится, гаечку, да, и затягивать. То есть, такой фиксатор этого болта. Все. При этом, попустил, можно двигать по этим полотнам. Я думаю, понятно. Давайте сейчас прикрутим его вот таким вот образом и продолжим. Так, ну вот, наживил болты. А теперь только их нужно просто ключом дотянуть. При этом, снизу ничего держать не надо. Ну, без фанатизма, конечно. Потому что тянуть можно до посинения. Вот, достаточно. Все, стол закреплен. Все, как бы, работает, движется. И теперь давайте, давайте, на чем мы попробуем. Вот, десятое сверло сейчас ставлю до упора. И на нем будем производить все замеры. Десятое, захотелось мне. Так, на нем. Сколько оно? Размер. Ну, примерно, примерно 13. Длина 13 сантиметров. Плюс-минус. Итак, сверло поставил. Напомню. Потому что есть невнимательные товарищи. По краю зажато. Это максимум поднято на этой трубе, которая продавалась вместе с ним. Это, мужики, труба. Я говорил уже размер этой трубы. Смотрите распаковку. Так, составляет... Плохо видно. 9 сантиметров. 9 сантиметров. Это вот... Все, что можно сюда засунуть, да? Но опять же, смотрите. Это все дело алюминия. Алюминия и... Как бы... Больших надежд на нее возлагать. Тоже, не знаю, не стоит. Китайские тисочки. Помните, я их показывал уже. Но, тем не менее, я их не списываю. Они также могут прекрасно сюда становиться. И можно ими как-то работать. Но я пошел дальше. Я пошел дальше и немножечко доработал. Не саму вот эту вот штуку. Не сам столик. А сделал пластину специальную. Сейчас покажу. В общем, вот она пластина. Вырезана из куска металла. Толщина 1 сантиметр. Или 10 миллиметров. Для тех, кто любит все в миллиметрах мерить. Мне проще в сантиметрах. Так. По длине самого столика. По ширине сделал вот под эти тисы. Чтобы они тоже сюда могли прикручиваться. Начнем с маленьких. Так, по центру 30-м просверлился. Ну и чтоб мусор туда не падал. Обычная усиленная шайба. Я не помню, там под десятку. Центр заварил, зашлифовал. Вот так пятак этот опускается. Мусор весь собирается на нем, можно так сказать. Вот, чтобы почистить. Вот, магнитик. Соответственно, стружка примагничивается и к магниту, и к шайбе. Спокойно достал. Почистил. Снова закинул. Никаких проблем с этим нет. Так. Дальше. Крепление под маленькие тисочки. Просверлино. Везде нарезана резьба. Это десятая резьба. Кроме вот здесь. Здесь восьмерочка. Установить можно тисы таким образом. Установить тисы можно таким образом. Они позиционируются продольно. Плюс еще вот этот момент. Понятное дело, да? Нарезал, значит, резьбы тремя метчиками. Я уже как-то показывал, рассказывал, мужики. Ну и повторюсь еще раз. Набор метчиков имею вот такой вот. Это подарок от Сергея Свалгодонска. Сереж, привет. Классная штукенция. Пользуюсь вообще шикардос. Мужики, я просто повторяюсь, возможно, потому что об этом я уже говорил, когда строил кран консольный. Вот там я ими же нарезал двухсантиметровую вот эту пластину резьба насквозь. Для кого-то, возможно, открою какую-то великую тайну. В каждом наборе по три метчика, мужики. Точнее, в каждом номере. Ну, покажу на примере М12. Они самые крупные и как бы видно хорошо. Можно взять еще вот восьмерочку, допустим, да? Без разницы. Вот, в каждого номера по три метчика. Есть первый номер, второй и финишный. В магазине, россыпью, обычно продаются обычные, мужики, финишные метчики. Ну, нужного там шага, там, калибра и так далее, там, подобное. Вот, это наборчик такой ходовой. Будем говорить, без фанатизма. Вот такого плана. И очень трудно ими начинать резать. И весь процесс этот до того долгий, мучительный. Вот, в некоторых моментах мелкие могут вообще сломаться. Как говорится, знаем, плавали. Так, как их отличить? Вот, будьте в магазине, как-нибудь, да, кому интересно, кому надо, просите номера одного номера, спрашивайте. Чтобы, вот, точнее, одного размера, три номера должно быть. Это первый номер, второй номер и третий номер, финишный. Отличаются они метками, вот, рисками возле квадрата. Одна риска первой, две риски второй. Без рисок, без рисок, это финишные, мужики. Если кому-то попадется в магазине, обращайте внимание на вот эти вот вещи. Также по заточке, по заточке, я думаю, видно, да, вот, чтобы просверлить двенадцатый, точнее, нарезать резьбу двенадцатую, нужно одиннадцатое сверло. Также вот я начинал десятую резать, да, сверлил девятым сверлом. Я думаю, видно, да, геометрию. Это вот первый, начальный. Как выглядят зубы, да. Вот он, второй номер, который он проходится. И вот он, финишный, мужики, третий. Вот он уже, вот он какой зуб. Я думаю, понятно, почему туго режется резьба финишным метчиком. Потому что она снимает сразу за раз все, что нужно и не нужно. Так. Вот такие вот дела. Очень легко и очень просто ими нарезать резьбу по порядку. Даже два сантиметра толщина вот здесь без проблем нарезалась. Давайте я сейчас ее прикручу. Я не знаю, говорил, не говорил. В общем, эту пластину можно ставить на три болта по этим ручьям. Можно сдвигать в сторону. Крепить на два болта. Сюда и туда. При этом в самом крайнем положении до трубы она не доходит. Также можно при необходимости закрепить в эту сторону. Ну, как бы есть вариантики, да. Все. Ну, я сделаю по серединке. Болты немножечко подрезал. Тут буквально по пару миллиметров. Так, чтобы они, мужики, не доставали. Ну, как показать. До алюминия. Когда будут закручены. Ставиться будут сверху. Они мне абсолютно никак не будут мешать. Сейчас покажу и расскажу, почему. Было изготовлено, значит, шесть вот таких вот шайбочек. Так же нарезаны резьбы, друзья. Почему не заставлено? Ну, потому что обычная гайка сюда не пролазит. Можно было бы, конечно, ее там немножечко шлифануть, чтобы она заскакивала. Но, при всем при этом, даже вот болт залазит, и он там вот так вот тупо прокручивается. То есть, гранями не держит. Это болт на 13. На 14, ну, цепляется там чуть-чуть. Кстати, вот эти гаечки, можно их так назвать, спецгаечки, делал вот из вот этих вот высверленных вещей. Юбочку эту сточил, засверлился, нарезался. Очень удобно. Размер у них, размер вот 15 ключ. Вот, они на 15 получились. И, когда заскакивают, они своими ребрами по всей плоскости, от края в край, то есть, захватика побольше, будем так говорить. Чтоб не самой краюшечкой хватались вот грани, да, каким-то кончиком, а вот именно по всей плоскости. Плюс они при затяжке не будут крутиться. При этом они очень хорошо, легко бегают. Вот, по вот этим желобкам двигаются. Вот такие вот дела. Все, сейчас прикручиваю. Тут вот этот штурвальчик, поэтому загоняю с этой стороны. Можно и с этой стороны загнать здесь. Но, тем не менее, так, прикручиваю. Все, мужики, прикрутил, притянул, без фанатизма. Как говорится, от руки ключом. Все, эта пластина останется на этом столике на постоянку. Все, она уже, как бы, откручиваться будет в каком-то там случае необходимости использования закрепления чего-то там, кого-то. Все, ну, это пока так. И то, может быть. Кстати, не сказал насчет этого пятака. Он, кстати, еще предохраняет, когда сверло будет проскакивать. И чтобы оно не ударилось в алюминий, оно прекрасно будет сдерживать удар, да. Что его портить? Пускай будет целенький лучше. Вот, как-то так. Дальше. Давайте начну вот с больших кусов. Они сюда становятся вот таким образом, грубо говоря. Здесь выставляются по краю, так как ручка немножко длинновата, да, и чтобы она не цеплялась. Все, прикрутил. Болты не мешают. И, соответственно, ну, и, соответственно, значит, в крайнем положении, вот, отвел эту всю конструкцию, сверло уходит за губу, будем так говорить, за эту. И в другом крайнем положении сверло уходит также за губу. То есть, заготовка сюда, помните, да? Ну, помнят. Те, кто смотрят, помнят. Заготовка сюда максимум, что можно зажать, это 14 сантиметров. То есть, уже как-то спозиционировать в нужное место можно спокойно и не напрягаясь, если использовать вот эти тисочки. Так ходит 6. Вот. Так же, повторюсь, они разворачиваются. Заготовочка. 14. Вот так бегает 18. Ладно, их мы откладываем в сторону. Это на самый крайний случай, если где-то что-то габаритное. Прикручивается очень быстро. Так же сделаны еще 4 спецболта. Все такими шляпами. Они тоже на 13, здесь на 13. То есть, один ключ может крутить все эти болты запросто. Закручивается при помощи гайковерта очень быстро и легко. Я так наживлю сейчас, чтобы хотя бы показать. Крайнее положение сюда. Крайнее. Ну как крайнее? Почти крайнее. В общем, разберемся. С этим моментом разберемся. Давайте маленькие тисочки сюда притулю. Ну и соответственно тисочки прикрутил. И вот обрезок трубы. 40 на 60. Это максимум, максимум, что можно сюда, мужики, воткнуть. Это под сверло десяточку. Все, что меньше, соответственно, уже как бы будет повыше. Кто-то скажет, мало, да? Вопросов нет, мужики. Сейчас я поставлю все эти причандалы на ту стойку. Напомню, она метр и шесть сантиметров. Потом там замерим. Прям эти тисочки, эту же трубу. Тем, кому мало. Мне достаточно. Значит, все. Теперь стало намного удобнее и комфортнее. Рукоятку винтим. Не снимая заготовочки. Где-то там в краю засверлиться. Подогнать ее к нужному месту. Так же это все очень даже удобно и быстро делается. И очень точно. Я вчера тут извращался немножечко. Вот так вот в решето пустил уголок. Вот, даже вот между восьмым сверлом. Ну, очень, очень удобно, мужики. Очень. Вот, даже один возле одного. То, как бы, все очень хорошо. Я думаю, понятно. В общем, пластина усиления. На постояночку. Тисочки для мелочевки. Пускай будут задействованы здесь. На этом столике. Вот, как-то так. Ну, и, соответственно, кому, мужики, мало. Та же заготовка. Тот же столик. Но уже на этой стойке поставил ее, друзья, на верстак. Ну, чтобы на полу как-то удобно стоять и снимать. Все это на полу будет, конечно, находиться. Вот, десятое сверло. Ставлю где она там, на заготовку. Ну, конечно, линеечки этой не хватает. Само собой. Вот. Пятьдесят один сантиметр. Этого, я думаю, достаточно. Это максимум поднято. Так же ж, по краю зажима. Все, ее можно опустить ниже. И комфортно работать. Удобно прямо, вот, как говорится. Не отходя от кассы. Как-то так. Эта стойка у меня периодически забирается. И ставится на эти тисочки. Помните, да? В прошлых видосах. На этом, пожалуй, можно видос закончить. В принципе, здесь уже я могу поставить до 50. Поэтому, никаких проблем. Вот. Что удобно. Подводить само сверло на нужную вышину. Да? Вот. И так же. Все это дело более точно выставлять. Все, мужики. Всем пока. Кому понравилось. Обязательно оцениваем. Я думаю, вещь нужная. И вещь полезная. Больших, конечно, надежд на нее возлагать, на вот этот столик, не стоит. Но мелочевочка до десяточки спокойно будет работать, как за здрасте. Все, что остальное, можно использовать без него, при помощи вот этих вот тисок. Все. Всем пока. Вернулся трахторишка на базу. Сейчас буду разгружаться. Субтитры создавал DimaTorzok